Война Анны Это и многое другое. Смотрите прямо сейчас. В ленте режиссера Фархата Шарипова рассказывается история банковского клерка, переживающего кризис среднего возраста. Из других заметных событий фестиваля можно выделить премьеру британского биографического фильма «Нуреев. Белый ворон», главным героем которого является легендарный танцовщик Рудольф Нуреев. Режиссером этой ленты, а также исполнителем одной из главных ролей стал популярный голливудский актер Рейв Файнс, получивший на Московском кинофестивале специальный приз за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы Константина Сергеевича Станиславского. Перейдем к премьерам недели. Как это часто бывает, в первую неделю мая в отечественный прокат выходит сразу несколько заметных российских военных фильмов. Так, на этой неделе в российских кинотеатрах начнут показывать такие картины, как «Коридор бессмертия», «Война Анны» и «Братство». В ленте «Коридор бессмертия» рассказывается история девушки Марии Яблочкиной, которая во время Великой Отечественной войны окончила железнодорожные курсы, а затем приняла непосредственное участие в строительстве Шлиссельбургской магистрали. Это была временная железнодорожная линия, по которой продовольствие и грузы попадали в блокированный Ленинград. Фильм «Коридор бессмертия» основан на реальных событиях, а прототипом главной героини стала Мария Ивановна Яблонцева, работавшая кондуктором на Шлиссельбургской магистрали. Ленту снял режиссер Федор Попов, а главные роли исполнили Анастасия Цибизова, Артем Алексеев и Александр Яценко. Картина уральского постановщика Алексея Федорченко «Война Анны» уже успела получить множество престижных отечественных премий в области кинематографа «Золотой орел», «Ника», «Кинотавр» и другие. В ней рассказывается история маленькой девочки, потерявшей всю свою семью в результате массового расстрела во время захвата деревни нацистами. Главную роль сыграла 9-летняя дебютантка большого кино Марта Козлова, получившая за эту работу премию «Ника» в категории «Лучшая женская роль». Многочисленные роли второго плана сыграли актеры Екатеринбургского Каледа-театра. Ленту «Братство» снял знаменитый российский режиссер Павел Лунгин, автор таких фильмов, как «Такси-блюз», «Олигарх», «Остров», «Царь» и «Дама-пик». В его новой картине рассказывается о конце 80-х и об одном из эпизодов войны в Афганистане. Фильм основан на реальных событиях. Много деталей в сценарий привнес депутат Николай Ковалев, бывший директор ФСБ и военный генерал, лично проводивший переговоры с маджахетами. Тем не менее, предпремьерные показы картины вызвали у многих зрителей резко отрицательные эмоции. По их мнению, в ленте показаны лишь негативные стороны российской армии. Вся грязь и гадости, которые тогда были. Главные роли в картине «Братство» исполнили Кирилл Пирогов, Ян Цапник, Виталий Кищенко и Федор Лавров. Помимо российских фильмов, выходящих в прокат на этой неделе, стоит также обратить внимание и на современный американо-австралийский проект под названием «Отель Мумбай. Противостояние», сюжет которого также основан на реальных событиях. В этом фильме речь идет о ряде терактов, которые состоялись в Мумбаи в 2008 году. Одна из групп исламистских боевиков в тот день захватила заложников в элитной гостинице «Тадж-Махал Палас», расположенной прямо напротив знаменитых ворот в Индию. Главные роли в ленте исполнили такие известные голливудские актеры, как Арми Хаммер, Дев Патель и Джейсон Айзекс. Первые дни мая Первые дни мая принесли любителям кинематографа, помимо Дня труда, еще несколько поводов для празднования. Так, например, 1 мая 50 лет исполнилось одному из самых самобытных режиссеров и сценаристов современности, многократному номинанту премии «Оскар», американскому постановщику Уэссу Андерсону. Уэсли Уэльс Андерсон родился 1 мая 1969 года в техасском городе Хьюстон в семье владельца рекламной компании и археолога. Одним из знаковых моментов своей жизни будущий режиссер называет «развод своих родителей», который случился, когда Уэссу было 8 лет. Впоследствии он использовал этот опыт для создания одной из своих культовых картин «Семейка Теннебаум». Еще будучи ребенком, Андерсон уже проявлял заинтересованность в кинематографе и даже снимал короткометражные немые фильмы на камеру своего отца. В начале 90-х, после окончания Техасского университета, Андерсон начал пробовать свои силы в большом кино. В 1993 году он снял короткометражный фильм «Бутылочная ракета», в котором снялись друзья Уэса – братья Оуэн и Люк Уилсон. Спустя два года Андерсон расширил эту ленту до одноименного полнометражного фильма, который был замечен многочисленными кинокритиками. Следующие два фильма, которые назывались «Академия Рашмор» и «Семейка Теннебаум», сделали из Уэса Андерсона звезду авторского кино и принесли ему первые номинации на премии «Оскар». Впоследствии Андерсон снял еще четыре полнометражных игровых фильма – «Водная жизнь», «Поезд на Джорджи Линк», «Королевство полной луны» и «Отель Гранд Будапешт». Также он является автором и режиссером двух анимационных работ – «Бесподобный мистер Фокс» и «Остров собак». В данный момент 50-летний Уэс Андерсон работает над комедийной мелодрамой, которая будет называться «Французский диспетчер». Сегодня в рамках нашей традиционной рубрики «Это интересно» мы поговорим об одном из наиболее популярных современных американских писателей – его самой известной книге и ее культовой экранизации авторства Дэвида Финчера. Речь идет о Чаке Паланике и его бойцовском клубе. Чарльз Майкл Паланик родился 21 февраля 1962 года в небольшом американском городе Паска, штат Вашингтон, в самой обычной семье из глубинки. Детство будущего писателя было довольно бедное. Его семья долгое время жила в передвижном трейлере. Тем не менее, Паланику удалось поступить и окончить факультет журналистики Орегонского университета, после чего он достаточно долго пытался найти свое место в мире, работая то журналистом, то механиком, то волонтером. К писательской деятельности Чак пришел лишь в возрасте 35 лет. Первое время работа не клеилась. Свой дебютный роман под названием «Бессонница» Паланик забраковал сам. А вторую книгу, которая впоследствии вышла под названием «Невидимки», в ужасе отвергли издатели, посчитавшие ее слишком возмутительной. Наконец, в 1995 году Паланик написал книгу, которой суждено было сделать его известным. Это был роман «Бойцовский клуб». Впоследствии писатель выпустил еще более десятка романов, среди которых можно выделить книги «У души», «Уцелевшие», «Колыбельные» и «Призраки». Первые отрывки текста романа «Бойцовский клуб» были опубликованы в 1995 году в небольшом сборнике рассказов. Впоследствии Паланик расширил эту короткую зарисовку до целого романа, который, несмотря на его опасения, был принят издателями в печать. В книге рассказывалась история безымянного героя, страдающего от жуткой бессонницы и находящегося в глубоком душевном кризисе. В самый худший момент жизни герой встречается с загадочным Тайлером Дерданом, молодым человеком, увлекающимся агрессивными, деструктивными идеями, направленными на разрушение общества потребления. Вдвоем они организовывают «Бойцовский клуб», где молодые люди могут выплеснуть всю свою злость и гнев. Первое издание книги было довольно успешным. Паланик даже получил за него несколько престижных премий штата Орегон. Но постепенно интерес стал сходить на нет. Вполне возможно, что роману не суждено было стать культовым, если бы на этот текст не обратили внимание продюсеры киностудии «Двадцатый век Фокс». Говорят, что продюсеры компании «Двадцатый век Фокс» приобрели права на экранизацию романа еще до его выхода в печать за достаточно смешные для индустрии того времени деньги – 10 тысяч долларов. После того, как специально нанятый автор Джим Уэллс закончил адаптировать роман сценарий, проект был предложен четырем молодым режиссером. Питер Джексон на тот момент был плотно занят на съемках картины «Страшилы». Брайан Сингер проигнорировал предложение, а Дэнни Бойл не сошелся во взглядах с продюсерами. Так постановщиком фильма стал Дэвид Финчер, который на тот момент времени снял всего лишь два полнометражных фильма – «Неудачный триквел франшизы «Чужой» и культовый триллер под названием «Семь». Актерам Эдварду Нортону и Брэду Питу, исполняющим главные роли в ленте «Бойцовский клуб», ради съемок в этой ленте пришлось изрядно поработать над собой. Предыдущей работой Нортона в кино была роль в ленте «Американская история Икс», где он сверкал своими мускулами в образе лидера нацистской организации. Чтобы сыграть человека, истощенного бессонницей, актеру потребовалось сильно похудеть. От Брэда Пита продюсеры потребовали обратного – набрать мышечную массу, усиленно занимаясь в спортзале. К тому же актер самостоятельно принял решение отказаться от своей голливудской улыбки. На время съемок он снял свои дорогостоящие зубные коронки. Выход картины «Бойцовский клуб» с нетерпением ожидался многими любителями кинематографа, и поэтому в первый уикенд после выхода она стала лидером проката США. Однако первые отзывы зрителей были столь неоднозначными, что впоследствии фильм с треском провалился и не окупил затрат на свое производство. Критики также не были в восторге от увиденного обвиняя Паланика и Финчера в пропаганде насилия и нигилизма. Однако после выхода картины на DVD она постепенно завоевала сердца киноманов и впоследствии стала по-настоящему культовым явлением кинематографа конца 90-х. На сегодня это все. Смотрите кино. Пока! Субтитры подогнал «Симон»